Музыка Командир отдельного добровольческого медицинского отряда номер один Донецкой Республики, кандидат медицинских наук, Евич Юрьевич Юрьевич. С лекарствами, первое, с лекарствами бедственное положение возникло не сейчас. Оно складывало все 23 года так называемой независимости. Оно является следствием общего системного кризиса так называемой украинской государственности и вызывать удивление не должно. Постоянный рост цен на лекарства, неуклонное ухудшение их качества. У нас имеются данные от сотрудников нашего отряда, которые работают на контроле лекарств в разных фармацевтических учреждениях и были вынуждены уволиться с работы, потому что их заставляли ставить штампик, что лекарства качественные, хотя там лежал чистый мел. Ну и так далее. То есть, на самом деле, ситуация складывалась печально уже довольно давно. Последнее время со всеми этими телодвижениями ситуация резко ухудшилась. Во-первых, введен НДС на лекарства. Во-вторых, резко вырос почти в два раза курс доллара. Был 8 гривен, стал 12, ну и прыгает вокруг этого. Что вместе это привело к тому, что цены на лекарства различные кардиологические выросли на 60% за несколько дней, а на отдельные позиции из других видов лекарств в 2,5 раза. Население и так было небогато, а теперь для него это шок тяжелейший. Третий, очень важный фактор. Работа средств массовой информации. Некоторые используют термин «украинский». Я категорически возражаю против этого термина. Украинцы – это мы, наш народ. В моем отряде больше половины бойцов по национальности украинцы. Я сам украинец и свободно владею украинским. Те люди, которые по указке прозападных сил на деньги совершили переворот в Киеве и захватили власть, не имеют никакого права называться украинцами и тем более приватизировать этот термин. Итак, средства массовой информации, работающие на так называемый «Уряд», ведут сейчас самую настоящую, жестокую и оголтелую информационную войну против своего населения. Интернет, телевидение, радиовещания, дикие нелепые слухи, ужасающие угрозы, обещания то всех перестрелять, то дать по 15 лет. К нам потоком идут люди, у которых обострение гипертонической болезни, обострение язвенной болезни, сильнейшие нервные стрессы, головные боли, самые разные этиологии. И на самом деле поток пациентов очень серьезный уже сейчас. При этом это те люди, которые могут прийти. Большинство тупо лежат дома перед телевизором на диване, их состояние все ухудшается, потом поскоро их забирают, если успевают. То есть производится самый, что не настоящий, так называемый мягкий геноцид своего народа уже сейчас. Под прикрытием того, что средства массовой информации якобы его информируют и якобы проводят какую-то политику. Это настоящее убийство своего населения, это даже не информационная война. Все три вышеупомянутых фактора вместе обусловили сильнейшее повышение заболеваемости по городу и области. За Украину в целом не скажу, по городу, по области мы мониторим ситуацию. И обусловили ситуацию не угрозы геноцида или вымирания населения, а разворачивающегося геноцида населения уже сейчас. Плюс четвертый фактор. Известная всем клика вовсю пытается развязать гражданскую войну. Здесь, сейчас. Уже есть раненые, уже есть убитые в ряде городов, это не есть тайна. Они пытаются сделать больше. Если, не дай бог, начнутся боевые действия, нужна медицина военного времени. Глядя на бедственное состояние армии, которая сейчас, ну, я избегаю термина украинская, вот те вооруженные силы, которые они пытаются применить, сейчас находятся в бедственном состоянии. Военнослужащие по 4 дня не евшие, с радостью переходят на сторону народа, чему мы, конечно, рады. Но случись какая бойня, я не думаю, что медицинские структуры военные, имеющиеся на территории Украины, покажут хоть чуть больший уровень подготовки и оснащенности, чем боевые структуры. Что это означает? Это означает, что раненые, которые будут получать ранения современными, высокотравматичными, огнестрельными снарядами, не получат никакой адекватной помощи в принципе. Плюс к тому, бои будут идти, не дай бог, в городах, мирное население. Получается, что гуманитарная катастрофа уже налицо, плюс к тому угроза гражданской войны в полный рост и полное отсутствие каких-либо резервов организационных, медицинских и так далее, которые могут эту угрозу нейтрализовать. Поэтому вполне естественным обращением будет первая просьба, естественно, если есть возможность у международных организаций, у организаций дружеских нам стран присылать медикаменты, мы, конечно же, будем рады. Но второй очень важный момент, чтобы присылали готовые структуры, военно-полевые госпитали, структуры типа МЧС, которые смогут на месте развернуться, оказывать помощь. Вот у нас в отряде, например, числится 150 человек, но я хорошо понимаю, что невзряя на все наши усилия, дойди до острого сценария, боеспособность нашего отряда будет ограничена. В большинстве городов аналогичных структур пока нет. Кто будет пользоваться медикаментами, привези их хоть контейнерами. Работают и воюют никогда не люди. То есть наоборот, сори, заспешил. Работает и воюет всегда не техника, не оборудование. Делают это люди. Техника может помочь, облегчить или, наоборот, затруднить, если уж совсем плохая. То есть нужны подготовленные, обученные к действиям в таких ситуациях структуры, а в Украине таких структур или нет, или те немночисленные, которые есть, неизвестно, какую позицию займут. Потому что очень многие сейчас заняли такую позицию. Я тихо сижу, ничего не делаю и посмотрю, что будет. Если, не дай бог, завтра начнут стрелять, я думаю, он спрячется в окоп еще глубже. А кто будет спасать население? Продолжение следует...